Библейский портал экзегет.ру представляет В 45-й главе, которую мы сейчас перевозили Луки Маневича для библейского портала экзегет, прочитаем. Вот столечко, совсем чуточку о том, что в конце концов все будет хорошо. Почему так? Подумаем. Вот что сказал пророк Иеремий Баруху, сыну Нарии, своему помощнику и секретарю, когда тот четвертый год правления царя Евдии и Акима, сын Иосии записал из уст Иеремии все эти речи в свиток. Это вновь перенесение в прошлое, потому что у нас уже после падения Иерусалима, а здесь задолго до того. Но тебе, куда бы ты ни пошел, я сохраню жизнь, она и будет тебе наградой. Вот трагедия пророка. Его помощника, Баруха, не хочется, не хочется никоим образом, чтобы это все сбылось, но оно сбывается. А ты сам сохраняешь жизнь, причем в Ветхом Завете эта жизнь еще в значении земной жизни, а не жизни вечной. И это единственная награда. У тебя не будет ни признания современников, ни, наверное, благодарности ближайших потомков. Это все придет, но придет потом. Ни возможности увидеть, как твои слова меняют судьбу народа к лучшему. Наоборот, увидишь, как все это сбывается, то, что ты предсказываешь. Ни спокойной, размеренной жизни, в которой тебя никто не трогает, а ты потихонечку занимаешься своими делами. Ничего этого у тебя не будет, кроме одного. Я сохраню жизнь, и она будет тебе наградой. Вот насколько это ценная вещь. И вот насколько сложная профессия пророка. Почему же так мало о хорошем? Мне кажется, по одной простой причине. По одной простой причине о хорошем говорится мало. Люди любят слушать про хорошее. А вот о плохом им приходится повторять, их приходится убеждать в надежде, что хоть что-то, хоть как-то изменится. К сожалению, на примере Иеремии мы видим, что эта надежда чаще всего не сбывается. Дальше у нас начинается другая часть, эти последние главы Иеремии. Это пророчество о других народах. КОНЕЦ Продолжение следует...